Гражданам, которые получили доход в 2022 году, необходимо не позднее 2 мая подать в налоговый орган или в МФЦ декларацию о доходах по форме 3НДФЛ. В дальнейшем нужно будет уплатить налог на доходы физических лиц. Однако декларировать полученный доход нужно не всем. Декларированию подлежат доходы, полученные от реализации имущества, который находил в собственности менее минимального срока владения, доходы от аренды, доходы от предпринимательской деятельности, доходы от источников за рубежом, иные доходы, например, доходы от выигрышей, если у кого-то такие были, доходы от операции с ценными бумагами, либо доходы от реализации имущества, полученного в порядке наследования и дарения не от близких родственников. Крайний срок уплаты НДФЛ в этом году 17 июля. Евгений Кошкин с подачи документа решил не затягивать. После продажи автомобиля, а он во владение у молодого человека был меньше трех лет, обратился в ближайший налоговый орган. Возникли вопросы по заполнению декларации. Тут помогли вот сотрудники доброжелательные. Распечатали, все сделали, как бы денег не взяли за это. Декларацию нужно подавать, потому что потом штрафные санкции будут в размере тысячи рублей. Специалисты говорят, что быстрее и удобнее подать декларацию через личный кабинет налогоплательщика. При заполнении декларации важно выбрать вид дохода и указать полученную сумму. Все остальные данные в автоматическом режиме программа рассчитает самостоятельно. Вопросы по заполнению декларации можно задать на телефон горячей линии 8 800 72, либо обратившись через сайт ФНС с обращением. Также предоставить налоговую декларацию обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет, арбитражный управляющий, главы фермерских хозяйств. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.